Всем привет! С вами Муза Рукоделия. Сегодня будем делать новую куклу и это будет принцесса Мерида. Из своего волшебного тубуса я достаю основу для нашей будущей Мериды. Как шить таких кукол я уже показывала вот в этих видео, поэтому если вам интересно, потом посмотрите по ссылкам в описании. Вот в этой красной коробочке спрятаны волосы для нашей куклы. Давайте же откроем и посмотрим. Вот такая будет шикарная шевелюра. Давайте сразу примерим их к нашей основе. Думаю, что будет круто. Прическу я буду делать в виде парика, поэтому, чтобы не испачкать куклу клеем, я ее замотаю пищевой пленкой. Наша кукла полностью упакована и сейчас сверху надеваю на нее основу для парика. Я ее сделала из медицинского лейкопластыря, который потом покрасила красной акриловой краской. Начинаю прическу делать сзади. Переворачиваю куклу, беру небольшую прядку, включаю клеевой пистолет, наношу клей снизу и прикладываю прядку. Следом вторую, после чего беру длинную прядь и иду по кругу. Перехожу на переднюю сторону и на стыке перехожу на следующий ряд. Осталось небольшое отверстие, отрезаю лишние прядки. Остатки волос с помощью иголки с ниткой собираю в пучок, который теперь нужно пришить с помощью этой же нитки к парику. Пучок на месте. Разбираю волосы на макушке, накрываю тканью и сверху хорошенечко приглаживаю утюгом. И вот я уже пропарила. Паричок готов. Надеваю паричок на куклу, уже без пленочки. Выделяю передние прядки, которые нужно укоротить. После этого переворачиваю куклу и нужно подровнять длину. Расческу я не буду использовать, чтобы не повредить кудряшки. Срежу где-то вот столько. Вот такая длина волос будет у моей мериды. Можно было бы сделать покороче, но мне нравится так. Снимаю с куклы парик. Вот так он смотрится внутри. Сейчас будем рисовать лицо. Тело куклы прячу под тканью и сейчас буду ее оживлять. Вот такие глазки будут у моей мериды. Сразу заполняю радужку светлым ультрамарином. Снизу радужку высветляю. Сверху наоборот затемняю. Белой акриловой краской подвожу белки. Чёрной акриловой краской ставлю зрачки. Подвожу веки. И нижние веки чуть светлее. Теперь бровки. Высветляю под бровями. Ставлю блики. Перехожу на носик. Высветляю переносицу. Затемняю между глаз. И уголочки. Хоть у мериды нет ресничек, я их немножечко нарисую. Теперь буду рисовать рот. Нарисую ей улыбочку. Высветляю глазки. Носик. Наношу румяна. Немного на носик. По линии роста волос. И на ушки. Контуром навожу скулы. Высветляю лоб. И в заключении рисую веснушки. И вот такое милое личико у меня получилось. Теперь всё это нужно закрепить акриловым лаком. Я надела на нашу рыжульку паричок. И вот так она сейчас выглядит вместе с волосами. Как вам? Такая миленькая рыжулька. Мне очень нравится. Наша кукла готова. Теперь будем шить для неё нижнее бельё. Сначала будем шить панталоны. Я беру две вот такие выкройки. Каждую из них снизу нужно подвернуть. И пришить сверху вот такой резинчатый рюш. Вот что получилось. Теперь переворачиваю и закрываю передний центральный шов. Готово. Теперь переворачиваю и нужно подвернуть вверх. Вот так. Теперь соединяю и сшиваю заднюю часть. После чего выворачиваю и сшиваю между ножек. Я их уже вывернула. И вот такие получились миленькие панталончики. Пришло время примерить их нашей мериде. И вот наши панталожки уже на куколке. Всё отлично. Теперь я буду шить бюстье на основной части. Закрываю выточки. Вот так. И теперь с помощью длинной планочки обрабатываю вверх. Теперь я вырезаю вот такую длинную деталь обхвата. И нужно подвернуть вверх и вниз. Края обработаны. И теперь вшиваю одну деталь в другую. Готово. Сразу подворачиваю край и пришиваю такое же кружево, как на панталонах. Кружево на месте. Теперь с обратной стороны с помощью той большой планки, которую я обрабатывала вверх, подшиваю вручную чашечки, чтобы с обратной стороны тоже всё было аккуратно. В качестве застёжки я буду использовать два крючка. И также перед нашего бюстье украшу вот такой красивой подвеской. Украшение на месте. Застёжки также. Сейчас буду примерять бюстье нашей кукле. И вот так смотрится весь комплект вместе. Как вам? Мне кажется, очень здорово. И, наконец, результат моей сегодняшней работы. Вот такая получилась рыжулька. В следующий раз будем шить для неё платье, делать обувь и в качестве аксессуаров лук из стрелы. Поэтому не забудь подписаться и нажать на колокольчик, чтобы посмотреть продолжение первым. А на сегодня пришло время прощаться. С вами была Муза Рукоделя. Я вас всех крепко обнимаю. До новых встреч на моём канале. Субтитры сделал DimaTorzok